Здравствуйте! Приветствую вас на YouTube-канале Процветок. Сегодня с вами работает ученый-аграном Ломонос Петр. О чем пойдет сегодня речь? Мы поговорим о двух самых эффективных способах, как изгнать муравьев с вашего участка. Эти насекомые вам знакомы, вы все знаете. Вы помните, когда вы были школьниками, мы ходили тогда в лес, огораживали муравейники и говорили, что это санитар леса, это друг леса. Но когда мы видим муравьев на градках, мы начинаем понимать, что они нам приносят не пользу, а приносят вред. Давайте чуть-чуть вникнем в суть вопроса, а потом разберемся с этими двумя способами эффективными, чтобы изгнать муравьев со своего дашьного участка. Во-первых, не забывайте, что муравьев существует большое количество, где-то 50 видов. Все муравьи поделяются на три группы. Муравьи, живущие над землей, это лесные муравьи. Муравьи, живущие в земле, это наши садовые муравьи, которые живут на наших градках. И муравьи, живущие в старой древесине, древесные муравьи. Так вот, почему борьба с этими насекомыми затруднена? Во-первых, вы удивитесь, когда узнаете, что даже рабочий муравей живет 5 лет. То есть срок жизни для насекомого довольно продолжительный. А рабочие самки и самцы живут до 20 лет. Так что срок жизни, вроде небольшая такая, как мы говорим, муравей, маленькая букашечка, а срок жизни достаточно большой. Это раз. Во-вторых, почему у нас появляются муравьи на участках? Муравьи могут попасть с навозом, могут попасть с другими материалами. Это раз. Но есть и такой способ, что муравьи летают. В июне-июле происходит лед муравью. Перелетают на новые участки и самки, и самцы. Вот и начинают складывать яйца. Начинают складывать яйца, здесь сводятся муравьи. Ну и все, и дальше начинается жизнь муравейника. Вот почему наша борьба с муравьями не всегда увенчивается успехом. Вот почему мы не всегда эффективно от них защищаемся. А вред в чем заключается муравьев? Все муравьи выделяют муравьиную кислоту. А эта муравьиная кислота обжигает корни наших растений. Причем это касается не только травяристых, но это касается и плодовых. Все плодовые деревья, даже яблоня, груша, от муравьиной кислоты начинают плохо расти. Почему? Кислота сжигает тонкие корешочки и растение перестает питаться. А раз перестает питаться, значит оно плохо начинает расти. А еще такие травянистые растения, как вот здесь передо мной, значит они могут даже погибнуть. Вот почему считать муравьев друзьями в саду, на огороде нельзя. В саду, на огороде это уже враги. И врагами надо бороться. Но надо знать, что любой муравейник, будь то в лесу, будь то здесь на градках, состоит как бы из вертикальных ходов и горизонтальных ходов. Вот почему, смотрите, если мы заливаем просто любой химикат, который вам предложили, там и муравьи, и мурациты и прочее, если мы заливаем, значит они протекают по вертикальным ходам. Горизонтальные ходы они не заходят. Раз они заходят, значит муравьи и их яйца сохраняются на разных этажах. Что сделать, чтобы наш препарат попал на все этажи? Вот самый простой способ, берем такой порошочек, брошь, потому что он качественный порошок, там соответственно количество химиката заявленного, оно соответствует количеству. И посыпаем наш муравейник, где есть у нас, видно, там есть норы, ходы такие, дырочки, сделаны муравьями. Что происходит? Муравьи считают это угощением, и они начинают этот порошочек, этот брошь, этот самый, порошок от муравьев, заносить в свой муравейник. И его разносят по разным этажам. Разносят по разным этажам, и соответственно весь муравейник вымирает. Но надо учесть, что наши действия препарата хватает где-то на два месяца. Почему? Приходят новые муравьи, и опять борьбу с ними надо продолжать. Окончательно, раз и навсегда повезти эту насекомую невозможно. Учтите это сразу. Способ эффективный. Вот поняли, что они разносят порошочек в свои норке и погибают. Способ второй. Если у вас нету порошка, а надо срочно избавиться от муравьев. Значит, мы берем нашатырный спирт. Вы его видели, в продаже он есть. Это та же самая мячная вода, которую раньше широко применяли в сельскохозяйстве под все культуры. И некоторые овощеводы напрасно боятся применять его в своем саду. Потому что в саду мы примем маленькие дозы, которые не приносят вреда ни почвенной фауне, ни почвенной флоре. Значит, что делается? Мы берем обычная стандартная доза 40 мл на 10 л воды. Мы поливаем. Ну, значит, муравьиный, вот это нашатырный спирт, надо учесть, что он муравьев не убивает. Он просто их отпугивает. Муравьи собираются и уходят в другое место. А для того, чтобы действие было более эффективное, чтобы они не возвращались, значит, что делаем? Пролили, берем нашатырным спиртом вместо скопления муравьев, а после этого поверху, ну, конечно, сухую не найдешь сразу, берем сырую полынь или пижму. Я думаю, что эти сорняки вам знакомы. Именно серебристая полынь, вот, и желтыми цветами, желтыми ромашечками, это пижма. Просто измельчаем и посыпаем потом местом, где наш муравейник. Эти растения высыхают, и они отпугивают муравью. Муравьи долго-долго не возвращаются на этот участок. Вот, возьмите на заметку эти два способа. Они очень эффективны, они проверены мной и показали, ну, хороший результат. И, соответственно, помогут вам защитить урожай, избавиться от таких назойливых гостей, которые вы не хотите видеть на своем участке. Вам хороших урожаев, вот, успешной борьбы с муравьями, вот, подписывайтесь на наш YouTube-канал. У нас есть много интересных тем, о которых мы хотим вам рассказать. До свидания, до новых встреч.